Интервью сегодня в кадровом центре работы России о его преимуществах, о его деятельности, о том, какие услуги здесь можно получить, в целом о том, как ведется работа по трудоустройству жителей Краснодарского края, и в целом о рынке труда. Мы беседуем сегодня вместе с начальником управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов, мой собеседник сегодня. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Такое современное вполне здание, как только перешагнули порог, сразу это понятно. Конечно, краевые власти модернизировали этот центр в рамках нацпроекта по этой работе. Давайте поговорим о том, чем же все-таки отличается этот центр от всех остальных, что работают в крае. Знаю, что в Краснодаре это один из, так? Ну да, здесь мы находимся в помещении второго, так скажем, центра занятости города Краснодара. Отличие, конечно, это пилотный проект. Здесь, как вы видите, конечно, и помещение, и комфортность условий. Но главная задача это для того, чтобы граждане сократили свой период поиска работы, временные. Мы отрабатывали новые схемы и отрабатываем их и сейчас. Как уйти от большой документа оборотах, так скажем. Первые шаги уже сделаны. Наши предложения были услышаны на уровне Минтруда России. Человек, вот у нас 10 государственных услуг. Человек должен был писать на каждую услугу заявление, приходить в центр занятости. В сегодняшний момент он может, ну, фактически формат изменился. Это одно заявление на все государственные услуги. Кроме этого, конечно, это разделение потоков работодателей и граждан. То есть отдельно наши специалисты работают с работодателями. Там другие формы работы, другая потребность. И совершенно другие технологические процессы. К самому подбор работников и подбор, наоборот, вакансий различаются одним и другим сам по себе. Что касается, чем удобно гражданам сегодняшний данный кадровый центр. Возможно, прийти сюда, получить услуги самостоятельно, не подходя к специалисту. Используются рабочие места, выделенные отдельно для граждан. Есть такая возможность, да? Да, безусловно. Кроме этого, человек может увидеть, какой размер пособия он получает, если это пособие. Какие вакансии появились на рынке труда не только Краснодарского края, но и всей Российской Федерации. Он может пройти самостоятельно тестирование. Может увидеть перечень востребованных профессий с предоставлением жилья, сезонной работы. Может увидеть, на кого он может обучиться. Все это он может делать либо самостоятельно, если у кого такой возможности нет. Кроме этого, реализована, благодаря этим технологиям, по нашему предложению, система использования приложения в мобильных устройствах. Ну вот это, если говорить об основных различиях. То есть, если есть возможность, можно у себя в гаджете. Если нет такой возможности, то можно посетить кадровый центр. В центре занятости, если не умеешь пользоваться, то специалист подойдет, все расскажет. Хотя есть подробная инструкция на каждом информационном ресурсе. Конечно, появилась здесь электронная очередь. Человек конкретно может обратиться за тем, за тем он хочет. Это 10 услуг. Это и содействие трудоустройству, и профессиональное обучение, организация временных работ, общественной работы. Это дополнительные услуги по социальной адаптации. Что это такое? Это как искать работу. Тоже учат этому. Пандемия показала, что у нас на рынок труда вышло много людей, которые, если говорить общими фразами, то неформально оформленные, без оформления трудовых отношений. Тем самым, как раз в период этот уровень безработицы у нас вырос. Ну и способствовало, конечно, тому, что дал быстрый толчок развитию интернет-технологий, ну, скажем, пандемия в том числе. Запланировано было внедрение электронного обращения в службу занятости за получением пособия. А вот как раз эта эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры позволили ускорить процесс. И граждане, и на сегодняшний момент, когда был карантин отменен, сохранилась возможность получения подачи заявлений в электронном виде. Но, конечно, поиск работы, сидя дома, его осуществить невозможно. Такое, как переговор непосредственно с работодателем и непосредственная работа на месте. Поэтому здесь мы сочетаем одно с другим в настоящее время. И вот благодаря тому, что приняты меры пандемии постепенно угасают, так скажем, работодатели открывают свои вакантные рабочие места, открываются сами, работают в полном объеме и увеличиваются вакантные рабочие места, количество их, тем самым, и, конечно, возможность трудоустройства у людей повышается. Вот если, опять в статистике вернемся, за три месяца мы трудоустроили около 13 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в том году. При этом, что в том году, как раз до апреля месяца, еще карантин не был введен на территории края. Николай Николаевич, что касается этого центра, вот помимо того, что мы видим, есть рабочие места, электронная очередь, также для удобства жителей, вот я уже успела увидеть, есть детский уголок для посетителей, те, кто с детьми придет, да, и еще, знаю, есть какие-то здесь у вас услуги, конференц-зал. Сам бренд-бук кадрового центра был разработан научно-исследовательским институтом Минтруда России, при этом участвовала Российская Академия Народного Хозяйства, использованы технологии МФЦ, кроме этого, конечно, были предложены варианты технологических процессов по поиску работы, по предоставлению услуг. Исходя из мирового опыта, все это вот легло в основу бренд-бука. И цветовая гамма, она тоже была не зря выработана. Она очень приятная, надо заметить. Она означает, да, активность в поиске работы, в желании трудиться, развитие карьеры. У нас на базе центра занятости появился мобильный центр занятости. У нас он был, но вот сегодня он в другой форме. Это, собственно, шесть рабочих мест, где на выезде мы можем проводить и профориентацию, и консультировать людей на предприятии, которые нуждаются в этом. Кроме этого, новых новшеств, ну, если глазами их увидеть нельзя, но процесс трудоустройства, именно предоставление самой услуги сократился с 10 дней до 2. Существенно. Да, то есть вот эти особенности бумага, творчество, документа, оборота, собственно от регистрации, да, самое главное не то, что там учет обязателен, а главное освободилось время, чтобы помочь и найти человеку работу. Тем самым, ну, наверное, мы это дальше еще будем анализировать. Наверняка в связи с этим тоже связано количество трудоустроенных людей, сокращение поиска работы именно для людей. Сколько по краю подобных центров работают? И давайте планы озвучим, где еще будут такие кадровые центры модернизированы. Значит, именно вот в такой форме, в виде открытого пространства и с такой возможностью, кадровые центры будут в больших точках роста. У нас их будет 6 в рамках именно национального проекта. Но по поручению администрации края, губернатора, каждый год мы планируем не один центр занятости модернизировать, а два. В этом году это сочинский центр занятости, два помещения. Ну, дальше в планах у нас Армавир, Кропоткин. Ну, а по ситуации, именно в зданиях, которые будут нам предоставлены, или мы будем их арендовать, так и будет выстраиваться система. Знаю, что в прошлом году, в конце прошлого года, первый краснодарский открылся центр. Вот какой-то уже анализ работы проводили. Какой отклик у людей, у посетителей? Какие результаты, собственно говоря, по трудоустройству жителей Краснодара уже есть? Результат по трудоустройству, ну, итогов 2019 года мы не достигли. И в целом по Краснодарскому краю, и по городу Краснодару. Ну, причина известна. С марта по июнь фактически был карантин. Работодатели не работали, я уже об этом говорил. Большинство из них не принимали людей. Ну, и транспортная доступность между муниципальными образованиями, как таковая, была закрыта. Поэтому мы работали только дистанционно. А с июня месяца улучшился процесс. Работодатели стали открываться, подавать вакансии. Вот за прошлый год мы помогли фактически 98 тысячам человек найти работу. 2019 год это было 110 тысяч человек. Но как раз после карантина, если сравнивать именно те месяца, июнь-декабрь, ну, практически на 12 тысяч человек мы трудоустроили больше. То есть как раз вот в этот период с марта по июнь мы, к сожалению, трудоустроили порядка тысячи всего человек. Николай Николаевич, сегодня какие задачи в общем перед министерством стоят в плане занятости населения? Ну и чего министерство ожидает от открытия именно таких модернизированных современных центров? Какие задачи ставите сами перед собой? Задача главная. Помочь как можно большему количеству людей устроиться на работу. и работодателям найти необходимых работников. Эта задача всегда была самой главной. Предложили, нас поддержал губернатор, разработали новый комплекс мер по поручению президента. Он направлен на восстановление количества занятого вообще населения на территории края, на территории всей России, как таковой, до уровня 2019 года. Нам надо, ну, как минимум, мы себе ставим планку 53 тысячи человек, чтобы вошли в занятость в рамках комплекса этого мер. И вот буквально на той неделе правительством Российской Федерации два направления работы, как бы предложено, опять же, по инициативе субъектов. Это поддержка работодателей, которые берут на работу к себе безработных через фонд соцстраха, им будут возмещаться затраты за первый месяц работы безработного гражданина у этого работодателя, за третий, за шестой. Размер возмещения затрат каждому составляет минимальный размер оплаты труда плюс начисление на фонд оплаты труда. Вот, то есть, практически около 50 тысяч рублей возместится каждому работодателю, который примет на работу безработного гражданина. Наша задача проинформировать, помочь подыскать этих работников и, конечно же, всячески помогать самим людям использовать эти гаджеты, о которых мы говорили. Все это платформа единая, опять же, портал работы в России. Помочь людям зарегистрироваться, оформить, подобрать их и трудоустроить. Где, в каких муниципалитетах уже сегодня доступно предоставление комплекса услуг работодателям по бизнес-ситуациям, таким как проактивный подбор соискателей и сезонные работы? Кто эти кейсы разрабатывает? Это центры занятости. Пока это только Новороссийск, Краснодар. Вот такие подобные, да? Да. Дело в том, что основой всего это законодательство. В законе о занятости комплекс услуг пока не предусмотрен, о которых мы говорим. Поэтому мы, когда начали рассказывать, что изменилось, это вот как раз новые кейсы. И отрабатывались предложения изменения закона. Вот в настоящее время как раз этот закон прошел, проект закона прошел первое чтение. И сегодня он широко обсуждается. И наши предложения Краснодарского края в числе первых субъектов вошли как раз в его основу. О том, о чем мы говорим, все это уже даст обеспечение возможности не только на территории Кубани внедрять эти позиции, но и на территории всей Российской Федерации. Николай Николаевич, хочу еще к новостным лентам обратиться. Вот по данным исследования Роструда, среди самых востребованных регионов для переезда Краснодарский край занимает третье место на первых двух строчках Москва и Санкт-Петербург. И вот в связи с этим вопрос. Вот действительно на самом деле реально у нас так много вакансий в регионе, что к нам едут за работой, хватает и всем нашим жителям, еще и остается для приезжих. Много у нас вакансий сегодня? Дело в том, что почему привлекательный наш регион. Ну, конечно, нам повезло, это географическая ситуация. Насчет вакансий, да, ситуация на рынке труда у нас лучше, чем в других регионах. Если брать до пандемии, то у нас было 17 тысяч безработных и было порядка 42 тысяч вакантных рабочих мест. То есть у нас рабочей силы на реальном рынке труда не хватало. В настоящее время у нас 69 тысяч безработных и 50 тысяч вакансий. Пандемия, конечно, очень эти цифры скорректировала. Да, безусловно. Вот вы называете 17 тысяч, это 2019 год, да, до пандемии. По моим данным, поправьте, если не так, что в 2020-м эта отметка выросла до 140 тысяч человек. Да, на 1 сентября 2020 года у нас было 140 тысяч. Вот связано именно было с тем, что, ну, я уже говорил, вышел на рынок труда неформально оформленный человек. Мы это выявили. И теперь вот постепенно открываются предприятия, мы помогаем людям трудоустраиваться. Кто-то самостоятельно находит работу. Кто желает, мы помогаем пройти профобучение, потом проходит трудоустройство. Все это вот на сегодняшний момент практически в два раза уменьшено количество безработных. Вакансии сегодня растут. Я говорил, 50 тысяч заявлено. Это у нас в широком спектре строительства заявлено. Курортная сфера, сельское хозяйство, переработка, торговля. По-прежнему у нас востребованы врачи, медперсонал, педагоги. Ну, если говорить о рабочих профессиях, то это практически все профессии рабочие. Это и каменщики, штукатуры, плиточники, газоэлектросварщики, арматурщики, бетонщики. В общем, большой спектр. Давайте подробно расскажем о том, какую работу министерство сегодня проводит по профориентации наших жителей. Профориентацию мы, конечно, проводим вместе с нашими коллегами из образования, работодателями. Они сегодня активно включаются в этот процесс. Мы используем возможность, опять же, экскурсии. Мы используем возможность проведения профориентации в классных часах. Мы используем сегодня технологию профориентации на интернет-площадке. Порядка 120 тысяч человек у нас участвовало во всех этих мероприятиях. Что касается школьников, то в том году порядка 80 тысяч у нас школьников именно получили консультации по профессиональной ориентации. Знаю, что особое внимание ведомстве уделяют женщинам, мамам, находящимся в декретном отпуске. Давайте про эту работу расскажем, как вы их переобучаете, сколько уже переобучили, сколько еще в планах, как они впоследствии трудоустраиваются. Национальный проект «Демография» немножко модернизируется в связи с тем, что как раз отрабатываются не новые, а жизненно необходимые позиции. В том году мы работали только через центры занятости. Формат этот был работодатель сам обучает. Либо мы обучаем, выходя на 44-й федеральный закон, выставляем ту или иную профессию, специальность, которой востребованную работодателю, либо программу повышения квалификации. В образовательной организации выходили на торги и тем самым становились победителем. С ними заключался договор и тогда возможность обучения происходила. В том году мы обучили порядка 1200 человек. В этом году мы предлагали, в течение двух лет нарабатывали, помимо национального проекта, до его начала. Почему я говорю два года, а рассказывал о этом до года. Краснодарский край и до национального проекта проводил эту работу. И хорошие результаты были. Но чем изменилась сейчас система? Сейчас Российская Федерация в лице правительства определила три федеральных оператора профессионального обучения. Это агентство WorldSkills, это Томский государственный университет и Российская Академия народного хозяйства. Почему они выбраны? Это достаточно серьезные игроки на рынке образовательных услуг, которые имеют сертифицированные образовательные программы. Я не говорю, что все другие не сертифицированы. Но именно эти подтвердили у работодателей качество образования, качество специалистов. Ну и правительство утвердило их в качестве именно получателей грантов. Гранты, финансовые потоки, которые направлены именно на обучение всех желающих и в том числе мамочек. Отрабатывается механизм взаимодействия с этими федеральными игроками. Они на уровне субъекта определяют региональных операторов и кто может проходить это обучение. Не надо никуда приходить, ни в какой, ни в центр занятости, собственно, ни в другой какой-то орган. Достаточно будет подать заявление на портал, опять же, «Работа в России» и определиться с перечнем программ, которые тебе необходим для трудоустройства. Образовательные организации, которые являются на уровне субъекта как раз поставщиками этих услуг, а это 56 на сегодняшний момент образовательных организаций среднего профессионального образования, то есть наши колледжи, это государственные образовательные учреждения высшего образования, главная, конечно, цель – это трудоустройство, а не просто получение профессии. По моим наблюдениям, сегодня женщины, которые в декрете находятся, очень активную позицию занимают, хотят какую-то новую специальность получить, где-то себя попробовать. Вот министерство тоже такую тенденцию отметили? До выхода из декретного отпуска, в преддверии того, за год, за полгода до выхода из отпуска по уходу за ребенком, конечно, я бы советовал задуматься об этом процессе, потому что на первых стадиях все-таки ребенок маленький, и заниматься обучением, которое в конечном итоге за длительный промежуток времени не даст нужного результата, я бы все-таки не советовал. А вот как раз перед тем, как человек решил выходить из отпуска, либо нашел работу и есть с кем ребенка оставить, здесь как раз к вам есть смысл обратиться. Да, есть смысл обратиться, и конечный результат, ну, если говорить прошлый год, то фактически 80% женщин вышли на рынок труда и были трудоустроены. Кроме этого, вот три основных направления. Образовательная организация заключает в конечном итоге договор с гражданином в электронном формате, с работодателем и в конечный итог трудоустройства. Существует и двухсторонний договор, это подразвитие предпринимательства, то есть человек хочет открыть собственное дело, но основы и навыки предпринимательства у него отсутствуют. Его ознакомливают в виде программы обучения, в конечном итоге он либо открывает собственное дело в качестве юрлица, либо индивидуального предпринимателя, либо оформляется в налоговый, как физическое лицо, налог на профессиональную деятельность. Вот основные точки роста для женщин. Кроме этого, категория женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, а не только находящиеся в трудовых отношениях. Кроме этого, любая женщина, мужчина, независимо, старше 50 лет могут участвовать в этой программе, и граждане предпенсионного возраста. Николай Николаевич, что касается ярмарок вакансии, по понятным причинам в прошлом году, их, конечно же, не проводили. Какие планы на этот год? Проводили, но меньше. Но проводили. Опять же, в период карантина нет, а планы, все зависит от потребностей работодателей. Они просто так не проводятся, они имеют целенаправленный вид. Ярмарки бывают разного вида. Где можно ознакомиться с графиком проведения ярмарок вакансии? На нашем портале kubzan.ru можно ознакомиться со временем, местом проведения. Опять же, исходя из заявок работодателей, моноярмарка, под какие профессии. Все это можно увидеть, ознакомиться, либо проконсультироваться, где можно узнать о виде, форме и месте проведения ярмарок. И, собственно, всю информацию, в том числе ту, которую мы с вами только что озвучили в ходе всего интервью, можно на этом же портале и получить. Да, да, да. И о режиме работы. Если кто-то не доверяет интернет-ресурсу, либо нет возможности у человека обратиться, используя портал, мы работаем в открытом режиме, все центры занятости работают у нас в рабочем графике с 8 сельских территорий, в городах с 9. Приглашайте всех желающих. Приглашаем в центр занятости для безработных граждан, кто состоит на учете. Заранее формируется график посещения центра занятости. Хочу обратить внимание, что если вы уведомлены о том, что вас приглашают в центр занятости, и вы знаете, что вы подавали заявление, обязательно надо отреагировать. Надо прийти в центр занятости. Организовав поток, мы сокращаем возможность поиска работы. Приглашается не просто так, а приглашается для того, чтобы предложить. Те варианты услуг, о которых мы говорим, это и профобучение, не только трудоустройство. Все, о чем мы с вами только что поговорили. Николай Николаевич, я вас благодарю за это большое интервью. Напомню, беседовали мы сегодня с начальником управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николаем Зародовым. Всего вам доброго и до встречи на Кубань-24.